здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы с вами отправляемся в путешествие в замечательный мир мир шахмат когда-то будучи маленьким мальчиком я тоже читал книги про шахматы мне даже по моему подарили шахмат или они были в доме ну почти по моему каждого советского в каждой советской семье так или иначе были шахматы шашки домино вот такие разные были подходы ну а сегодня у нас люди которые шахматами занимаются профессионально и принимает огромное ну скажем так участие в тех турнирах которые проходят на территории городского округа люберцы и не только виктор владимирович евстегнеев председатель федерации шахмат городского округа люберцы а также раз юрий давыдович лезник педагог люберецкого детского творчества но самое главное что он помощник президента федерации шахмат подмосковье еще и так понимаю и шахматный судья я все российской категории то есть вы человек особенный наверное да игра то ну сколько там ей лет там вековая да больше наверно там некоторые говорят там до тысячи лет даже больше говорили вот и она существует до сих пор поэтому есть люди которые организовывают соревнования есть люди которые участвуют а есть которые судят вот об этом обо всем и поговорим это владимир федерация шахмат городского округа люберцы вот как она существует много у нас вообще людей играет шахматы но я себе скажу давайте я уже рулю так скажу шах шахмате в люберцах с декабря 2000 года о но сначала есть век уже как нужно пора уходить до верну зачем шахматах можно задать замену меня есть замены в шахматах можно до конца до конца играть да это не футбол я играю сам до сих пор запутать много раз был чемпион люберец кстати так вот первое время было тяжело а вот когда практически в одиночку работал но были помощники но так по мелочи я и судил и играл и тогда не было компьютеров не было программы симулятора вот этих дарила программы жеребьевки да я сырала нет а брюку провожу сравнение вручную все проводил до карточки заполнял и вот а потом программ появились там появился мой помощник юрий давыдович он с компьютером на вы и сейчас без него я просто никак но понятно придут придут 50 человек 100 человек 150 он все обработает все жизнь жеребевку сделают и игра вы продолжает а кто эти люди то кто вот эти 50 100 человек во первых у нас очень много детей занимается шахматами только у меня вот в объединении шахматы более ста детей приходят шах разного возраста да он начиная от 4 5 лет и кончая 17 18 вот у виктора владимирович тоже порядка 50 еще есть у нас порядка 10 педагогов которые работают вот в люберцах преподают шахматы и естественно где-то порядка 500 детей всего в люберцах занимается шахматами вот когда мы недавно проводили соревнования школьных команд было команды 27 школ вот не верится честно с локация что везде футбол ну там волейбол не баскетбол оказывается это с каждой школы по 4 сильнейшие шахматисты это было порядка больше 100 человек детей играла вот здесь у нас триумфе нет да да каждый год и также это уже также каждый год вот белую ладью мы проводим тоже где-то 25-30 школ участвует только люберец кого района также мы проводим и каждый год вот уже три года подряд финал белой ладьи области здесь у нас три у нас вот здесь да ну я скажу так что во первых это очень радостно если нас сейчас не слышит наш постоянный участник который отвечает за спорт в городском округе люберцы потому что для него безусловно как для администрации городского округа для людей любой вид спорта это дорогой золотой но шахматы это особенный вид спорта потому что это же голова ну просто вот не всем дано вот сто процентов голова и многие родители многие родители безусловно понимая что вот вы говорите четыре года но четыре года что это такое а я видел где-то уже а сюжетах кстати наши российский какой-то совсем маленький еще мальчика он уже там чемпион того-того-того-того-того-того то есть это же клеточки наши хорошо работают правильно вот я такой вопрос виктор лишь вы когда первый раз сели за шахмат на доску в пять лет в пять лет лет у вас но мы садили или вы сами папа научил папа но у меня не был тренером а я родом с владимирской области сковорова и маленьким мальчиком ходил в парк там по вечерам играли то одоброго шашки я смотрел смотрел как играет ну полгода год а потом села начала выигрывать стричков то есть появился стимул да потом именно переносы города сам чемпионов среди школьников там в админской области участвовал тоже на первенстве даже за команду но сейчас везде трейеров полно и очные заочно и платные бесплатно вот у меня играют шахматы у меня лично дети бесплатно занимаются а вот расскажите вы просто на сейчас смотрят дети которые родители и дети кстати которые с удовольствием придут к вам как к вам записаться особенно вот искали бесплатно то сразу такой вопрос но мы можем ее бесплатно бесплатно рассмотреть версию как записаться к вам что для рекламу знать какая родители с тобой говорят а звонят звонят даже рекламу как бы не надо да вдруг мы сейчас у нас какой-нибудь карпов или каспаров пропадают молодые еще начинающие реклама только мой телефон сдать и все телефон не ну почему у нас есть сайт в федерации затем телефон и виктора владимировича и мой мой телефон то есть нужно обратиться за на сайт федерации шахмата и найди телефон и позвонить тогда бы точно суверентировать наш сайт шахматы в люберцах шахматы в люберцах нет ничего проще есть у меня и канал в контакте тоже посвящен шахматные турниры в люберцах где информация все шахматные соревнования которые проводятся даю мы сейчас о них поговорим о соревнованиях я думаю что тот кто найдет вас точно уже годен к тому чтобы тренироваться играть шахматы потому что он сообразительный в шахматах я заображайся в наши контакты сам иду телефона все и на этом сайте векрование продает в одном городе или в одном районе это район гарнизон гарнизона я преподаю на южной стороне это район высшей школы а вы встречаетесь но есть противоборстве нет но у нас от большие турниры мы проводим здесь триумфе 3 вот давайте поговорим о турнирах что уже удалось провести чем душа ваша гордиться чем сердце успокоится у нас есть календарно платным план на целый год да и там и и классические шахматы и быстрые шахматы биттер шахматы по-другому rapid называется и blitz и там практически каждый месяц у нас забит какие соревнования идут вот начинается на соревнования по классике выбросах финал кстати последнее время там столько детей у нас играет финале вот мальчик 11 лет как его самым саша бурн курдаги займу третье место один след среди взрослых представляет мальчик сайте у нас было первенство по рапиду в сентябре и в тихове школе он стал чемпионом у нас сама тоже города среди взрослых а вот скажите взрослые там играть все играют я понимаю да то есть такое общее да будем говорить шахматах особо есть конечно соревнования которые ограничены возрастом но вообще в основном проводят как говорится называется открытый турнир то есть могут играть все желающие и сила шахматиста не заключается в возрасте а заключается в силе его игры который определяется современное время рейтингом есть ребята которые еще и там говорится 8 10 лет а у них же рейтинг там а рейтинг он складывается из побед дав на каких-то турнирах да есть специальная программа которая обсчитывает турнир сыгран да и программа обсчитывает а кто-то убавил рейтинг кто-то увеличил рейтинг чем выше рейтинг тот сильнее игрок вот допустим карту чемпион мира у него рейтинг 2 800 там 60 а 2 700 уже сильнейший гроссмейстер а вот гроссмейстер присваивает 2 500 мастера 2 400 рейтинг должен быть то да ну мастер фиде 2 300 а у это вот мальчика 11-летнего сколько получается сейчас где-то 1700 1800 это уже уровень 1 1 1 1 есть присвоен на минспортом области вот сейчас он уже как говорится путь кандидату мастера спорта я понимать вот такой вопрос это очень любопытная история вы говорите шахматы это ну в общем то действительно какая разница если молодой парень имеет играет правило для всех одинаково и человек опытный даже может девушка играть и мужчина или женщина и юноша ведь тут идет игра стратегии идет игра ума человеческого верно или еще психология тут работы все работа и логи вы логика во первых да но психология психология а вот как вот можно но правило ведь я тоже знаю правило ну знаю то есть если мне наверное еще недельку например хорошо поработать то есть я по крайней мере на 100 баллов наверное наберу по этой вашей системе я шучу конечно но как правильно вот соперник как он смотрит на тебя или не смотрит в опять же возвращаясь к этим знаменитым советским там еще времен корчного до история с гипнозом до когда там говорили что к там чуть ли не кто-то сидел специально наш то есть насколько в шахматах только ум занят насколько все остальное кто-то прошел к в какой одежде пришел соперник работает это или нет я даже не знаешь каско сказку что сказал это скажите не а вот я вам скажу что конечно многие как бы моменты в этом работает не только ум и внешнее воздействие и прочее хотим сказать что вот был например чемпион мира фишер-американец так он требовал в зале полнейшей тишины и даже и и также если вдруг кто-то там пошумел он сразу говорится вызывал судью и вот там шумят хотя может даже это рода больше почти это не было слышно да потому что он стремился ну как говорится потому что шахматах нужно быть полная сосредоточенность и концентрация и малейшее горится движение это может концентрация сразу может осыпать и рейтинг но и условное решение можно в шахматах будем говорить одна ошибка может привести к поражению вы ты вы можете сделать 50 отличных ходов а на 51 ошибиться и загубить всю игру да ну вот давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу первую часть мы уже прошли а вот во второй более подробно поговорим о том каких соревнованиях еще можно я смотрю что соревнований у вас много вот и они проводятся и какое какая скажем так обратный обратная связь отклик у ребят у родителей по поводу кто-то выиграл кто-то проиграл кто-то прошел год сейчас сделал небольшую паузу напомню что программа открытый диалог шахматная программа по моему впервые в истории нашей программы эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас гостях виктор владимирович евстегнеев председатель федерации шахмат городского округа люберцы юрий давыдович лезник помощник президента федерации шахмат подмосковья и педагог люберецкого дворца творчества люди которые вот не просто поражают нас цифрами участников шахматных баталий которые происходят я так понимаю не только конкретно в городском округе люберцы но и московская область играет на весна вот а какие соревнования знаковые для любериц какие знаковые для московского ну вот мы проводили . конкретно я был главным судьей соревнования такое было организовано министерством спорта московской области совместно с люберецкий люберецким спорткомитетом и федерации шахмат подмосковья и федерации шахмат люберцы это кубок корякина который прошел в одинцово вот там был смысл кубка был такой что 90 детей со всей московской области играли в турнире из них было отобрано 15 сильнейших детей и потом эти 15 сильнейших детей играли сеанс одновременно игры с корякиным и надо отметить что одна наша люберецкая девочка варвара чекан сыграла скорякину в ничью ах я думал все таки обыграл это обыграл один мальчик лихоборов из сергиева посада еще один то есть его из 12 15 партий корякин 12 выиграл 2 ничью и одну только вы скажете он мину между нами говорил действительно и проиграл или действительно потому что пора поддался вряд ли потому что ребята которые отобрались они были все уже почти уровня второй первый разряд и как говорится уже ну и чемпиону до верно ли не гоже поддаваться дань естественно не поддавался но может какая-то микроскопическая ошибка потому что все-таки 15 партий это много до этого нагрузка сер нагрузка и корякин он же не только остап бендер может с этим легко справиться но почему и стенка бывали такие вот из истории известно что в 1924 25 году когда капабланка приехал в петербург он играл тоже проводил сеанс одоревенной игры и вот ботвинников то время было 12 лет и в сеансе ботвинник у него выиграл хотя конечно если в бочной партии конечно вон тогда нет видимо знал что будет чемпион среди трава на вот те дети которые с корякиным может там сыграли в ничью и или выиграли у них я думаю что большие говорится шансы и большой потенциал в шахматах потому что это не каждому дано ли то есть какие еще знаковые соревнования для чего вы готовите детишек вот пришел к вам ребенок первый раз да вот как вы говорите по самым разным способом связи вы его тренируете он уже готов выиграть с чего начинает с каких азов я имею ввиду первые соревнования первые соревнования сначала надо научиться ходить ходить до другие вот я знаю одна женщина сна целый год учит ходить конем это не дело я 12 занятий уже у меня дети 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 играют о нем даже быстрее можно научиться чем вспомнить но буквы г нет ну почему это самое между прочим для детей сложно служба особенно маленьким детям именно вот этот ход ход лаги на примере или слона они быстро раз по прямой мне кажется что если бы не конь то шахматы были в другие потому что такая странная фигура на это не странная это разнообразие да не будет же все от обеих аня и уже сколько если я брюс и схем всевозможных и наврать и потому что здесь это как бы не линейная фигура хорошо вот это научили но внутри значит научили да в каждом кружке шахматы да мы права внутри с собой проводился понятно даже практически каждую неделю вот юрий давыдович проводят соревнования по выходным он собирает всех детей с района а где приходят там эти турнирового обсчитывает вот там вообще не больше больше как бы вариантов и вы наверно видите там как профессионалы каких-то звездочек а звездочки бывают двух типов которые работоспособны и звездочками называют звездочки которые супер звездочки но ленивые все время надо подталкивать к чему-то такое что же есть есть конечно но тут я вам скажу что дети обычно но кажется сразу видно кто будет идти дальше идти дальше вот на что вот родители говорят неважно сейчас начинающий ребенок или уже который вот достиг каких-то ну да вот победить чемпиона мира это же я не знаю там семья должна просто на руках ребенка носить что родители говорят нас меняется ли их ребенок как-то по-другому строить свою жизнь по-другому мыслить не так как обычные дети которые не играют шахматы когда родители говорят спасибо спасибо до дубы нам тренеров да тогда понятно что что то что значит пользу если я играю когда а какая главная польза умения мыслить во первых умения мыслить и еще главное умение самостоятельно принимать решение а за тоской он никто очень часто когда вот ведется соревнования особенно с маленькими детьми Родители там к двери, я им говорю, отойдите, пожалуйста, ребенок должен научиться сам принимать решения. Сам сделал ход, хороший, плохой, сам. Ему никто не мешал, никто. А как же вот, может быть, отчасти, почему я не стал, ну, не то, что там уж гроссмейстер не приди, господи, потому что, к сожалению, в другом направлении жизнь сложилась, но мог же играть так в шахматы в свое удовольствие. Но вот этот азарт и эта страсть, когда ты вдруг либо выигрываешь, то есть с плюсом, либо проигрываешь, это же тоже на психику оказывает какое-то давление. Как вот его сдерживать? Потому что никогда больше не сяду в шахматы, сделал последний ход, и трагедия сразу. Это что-то тоже бывает? Некоторые дети как проиграют, да, я плачу, да взрыд. Ну, вот. И успокаиваешь, успокаиваешь. Я говорю, все чемпионы начинали с поражения, все чемпионы, а потом постепенно играет все лучше и лучше, и становится все чемпионы. То есть это даже немножко может придержать вот эти выплески эмоций, которые не всегда идут на пользу, да? Ну, конечно. Когда человек себя начинает контролировать. То есть надо контролировать. То есть учит контролировать себя, поступать по правилам, потому что в шахматах определенные правила, их нарушать нельзя. Вот тут сейчас с нами судья говорит. Возвращаясь к типажам, да, еще, может быть, какие-то, вы сказали, у вас бы в сентябре турнир по так называемым рапид, да, как быстрый, да? Быстрый шахмат. То есть там ход надо в течение минуты сделать. Нет, дело не в этом. Значит, виды шахмат имеется три. Три виды. Классические шахматы – это когда каждому игроку дается час на партию. И более. И более. Я думал на ход. Нет, два часа может, два с половиной даже может. Нет, ну час и более. Есть контроли. Два часа на партию, три там. Это зависимость от того. То есть если через час мы останавливаем или как? Нет, нет, нет. Делает ход, на часах устанавливается время. Например, 60 минут. Противник, я сделал ход, нажал часы, идут часы противника. А он сделал ход, идут часы мои. У каждого по 60 минут. Если эти 60 минут кончатся, то вы проиграете. Кто-то сделал быстрый ход, а другой, ну я понимаю. Если все нули высветятся, значит просрочил время. А быстрый шахмат – это контроль времени на партии от больше 10 минут на меньше часа. И Блиц – это когда контроль времени на партию меньше 10 минут. Ну то есть, да, поехали на быстроту реакции. Ну вот как мы играли в субботу, было 5 минут на партию каждому участнику, плюс 3 секунды на каждый ход, начиная с первого. Хорошо. Мальчики, девочки. Мальчиков, конечно же, больше, да, в шахматах? Или девочки тоже есть? Где-то из, например, вот у меня занимается порядка более 100 человек, где-то всего 10-15% девочки вот каждый год. Но ведь мы помним с вами знаменитых на весь мир тоже женщин, которые гроссмейстеры с мировым именем. Грузинки. Да, почему-то вот именно так сложилось. Сейчас у нас есть возможность воспитать, ну может быть, в городском округлюберце, или вообще в стране, женщину-грроссмейстера. Ну есть, конечно, женщину. Соревнования проводят. А проходят соревнования отдельно между женщинами? Есть отдельно. Есть отдельно для женщин, отдельно для девочек мы проводим. Вот, например, мы в этом году каждый год мы проводим первенство по быстрым шахматам. И в этом году мы проводили отдельно для девочек до 9 лет, для девочек до 13 лет проводили отдельно турниры. Но мы проводим это тогда отдельно для девочек, когда хотя бы есть 10 девочек, тогда можно. Это интересно. А когда, если их меньше, тогда приходится проводить смешанные. Виктор Вадимович, пожалуйста, вот я хочу следующее сказать. У нас один мальчик есть, Егор Ковалев. Он начинал у нас в Любрицах играть, сразу в подвал надежды. Потом мы его передали в школу Петросяна в Москву. И он стал чемпионом Европы в 2013 году для детей до 14 лет. Он сейчас уже мастер, играет за нашу команду Любриц. И с его помощью мы становимся чемпионом области, команды. Про команду области я еще чуть позже расскажу. А вот прямо сейчас расскажите, у нас время заканчивается. А уже заканчивается? Каждый год в декабре мы ездим на соревнования, наша команда ездит на соревнования на первенство области. В каком районе, там обычно отдельно говорят. Наша команда сейчас уже три года подряд сильнейшая в области. У нас играют такие гроссмейстеры, как Савченко, Хрущев, вот мастер Ковалев, Егор. И там кого-то еще находим каждый раз. И мы не конкуренции. То есть вас не могут победить? Мы не конкуренции в области. А там играют соперники. Ну, каждый выставляет же слушать. Везде гроссмейстеры. Гроссмейстеры, гроссмейстеры. Можно сказать, уже завершил нам сейчас красиво программу, но я еще у судей обязан спросить, тем более и педагог. И вот если бы вас спросили, представляете ли вы свою жизнь без шахмат, что бы вы ответили? Ну, я скажу вам, что в последнее время нет. Я вообще-то, как говорится, шахматами занялся уже позже, потому что я сам офицер в отставке, служил в армии. Там было не до шахмат. Хотя иногда, конечно, играл по переписке в советское время. А вот уже с 2007 года я работал педагогом в школе, начал тренировать школьную команду. Потом уже с 2010 года начал работать во Дворце Творчества. И открыл, говорится, детский шахматный клуб во Дворце Творчества. Выделили помещение с 2010 года. И там вот с 12 лет уже занимаюсь шахматами с детьми. Викторович, а вы? Ну, я играть... Знаете, такой чемпион мира был, Алёхин у нас, да? Он умер за шахматой доской. Да, это известно. Понимаете? Это здорово. И я буду до конца играть в жизни. То, что умер за шахматой доской, может, здорово, но надо так, после 100 лет. Но я уже в возрасте... Вот 100 лет, когда я сгону, тогда есть вариант. А сейчас пока надо работать. Пока работаем. Потому что надо искать новых шахматистов. Еще минуточку, да. У нас есть... Мы проводили воскресенье мавриала Зильберта, да? Он в 80 лет стал чемпионом мира среди ветеранов. Это вообще рекорд Гиннесса. Так что шахматы – это вечная игра. В прямом смысле этого слова. Совершенно верно. Спасибо вам огромное. Нашей студии сегодня о шахматах. Прямо вот жалко, надо было действительно вам с шахматной доской. Прямо бы поиграли заодно. Я, конечно, бы проиграл, наверное, на пятой минуте. Но, тем не менее, Виктор Владимирович Естегнеев, председатель Федерации шахмат городского округа Люберцы, и Юрий Давидович Лезник, помощник президента Федерации шахмат Подмосковья. Вам большое спасибо. Всем вашим шахматистам от мала до велика. Привет от всех наших зрителей. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»